Роблокс это не совсем игра, а скорее платформа для создания игр. Но для ютюберов это может быть прекрасным началом нового канала. Привет, я Дэн и это ВидАйКью, мы инструмент, академия и канал, который учит вас на вашем пути покорения ютюб. Мой вопрос сегодня к тем, кто пробовал Роблокс. Какая у вас любимая Роблокс игра? К тому же мне очень интересно, создавал ли кто-то из вас игры внутри Роблокс? Что касается меня, я открыл для себя Роблокс, играя в другую игру, Unturned. Это одиночная игра, и я узнал, что изначально она была создана на Роблокс под именем Мертвая Зона. Я хотел достать некоторые кадры Мертвая Зона специально для этого видео, но, к сожалению, в нее больше не сыграть. Вам необходимо выжить в постапокалиптическом мире, кишащем зомби. Вы можете строить базы, города, и вообще это весело. А еще у игры есть большое сообщество, которое создает разные моды, карты и истории для игры. В этом она не сильно отличается от Роблокс, где и была создана. Роблокс имеет огромное влияние не только на создателей игр, но и на ютюберов. Неудивительно, что столько ютюберов хотят подзаработать на ней. Обсудив привлекательность и влияние игры, давайте поговорим, как вы можете развить Роблокс-канал. Особенно, когда уже и так есть много ютюберов, которые говорят об этой игре. Шаг номер один для развития Роблокс-канала — построить стратегию. К сожалению, просто вы, играющий в Роблокс и загружающий этот контент на Ютюб, вряд ли сработает, если вы только начинаете на Ютюбе. Вместо этого вам стоит сконцентрироваться на Роблокс-сообществе и как вы можете быть им полезными. Это может быть в форме короткого видео «Ваши топ-5 Роблокс-игр», или вы можете создавать более глубокие обзоры на Роблокс, которые сейчас в тренде. Вы можете делать обзоры на самые новые игры, о которых еще никто ничего не знает. Эти игры могут и не попасть в тренды, но если это случится, вы будете первым, кто их осветил. Вы ничего не теряете, даже если они не попадут в тренды. Вы хорошо покажете себя в сообществе, а создатель этой игры очень обрадуется, что кому-то так понравилась его игра, что он сделал о ней видео. Это отличный способ завести новые связи или даже новых друзей. Роблокс предлагает уникальную возможность для видео типа «Как сделать?». Ведь если вы знаете, как сделать игру на Роблокс, вы можете создать целый канал об этом. Когда вы определитесь с контентом, который обратит на вас внимание, пора заняться стандартной YouTube-подготовкой. Например, какие значки видео обычно хорошо работают с аудиторией Роблокс? На что кликают? Вам всегда стоит следить за особыми играми и челленджами, пока вы экспериментируете с разным контентом на вашем канале. Это поможет вам найти новые идеи для видео. Не забывайте про VDQ-инструмент «Конкуренты». Это тоже прекрасный источник информации, чтобы понять, кто с вами конкурирует и что они освещают по Роблокс. Если вы пользуетесь бесплатной версией VDQ, ссылка в описании. Вы найдете этот инструмент на панели слева. Когда вы обозначили своих соперников, я рекомендую это сделать среди похожих по размеру каналов. Теперь вы можете посмотреть на их контент и насколько он успешен. Например, мы видим видео, которые были загружены на этой неделе и видим их число просмотров. Дальше мы можем немного отмотать и посмотреть, какого рода видео люди создавали по этой теме, в нашем случае Роблокс. Небольшой пример, возможно, Червь с Али – это именно то, что нужно для моего канала. Это довольно большой Роблокс-ютюбер, но, возможно, я смогу добавить что-то от себя по теме, которую он затронул. Шаг третий в развитии вашего Роблокс-канала – это с удвоенной силой работать над тем контентом, который сейчас в топе, и не бояться бросить тот, который не выстреливает. Я бы посоветовал делать 80% ваших видео супер качественными и ценными, видео как сделать, обзоры и инструкции, что-то, что требует немного больше времени и поиска информации. Другие 20% ваших видео я бы посвятил экспериментам с новыми идеями, такие как летсплей, вашу любимую игру на Роблокс, или даже прямые эфиры. Инструмент VidaIQ-аудит-канала будет отличным для вас ресурсом, чтобы понять, на какой контент вам стоит налегать. Его вы тоже найдете на панели слева, если у вас установлен VidaIQ, это еще один бесплатный инструмент. Мне, например, возможно, стоит подналечь на видео по типу моих последних игровых, потому что их просмотры и взаимодействия с аудиторией довольно высоки. Это отличные показатели, которые дают вам понять, куда вкладывать больше усилий, а на что, возможно, не стоит обращать внимание. Но давайте не забывать про еще один важный аспект всего этого — иметь фокус. Что я имею в виду? Роблокс сам по себе ни в коем случае не мелкая ниша, поэтому если вы собираетесь играть в Роблокс на своем Роблокс-канале, очень важно, чтобы вы играли только в Роблокс на своем Роблокс-канале. Но это не должно быть так уж сложно, раз уж Роблокс — это игра, забитая играми под завязку. Еще я бы порекомендовал, если у вас есть любимая Роблокс-игра с уже сформировавшимся сообществом, вам стоит применить все эти стратегии, которые мы сегодня обсудили к той конкретной игре, особенно на старте вашего канала. Это самый лучший способ развить Роблокс-канал. Найти игру, у которой уже есть большое количество контента и поклонников — одно это уже займет вас на долгое время. Затем, по ходу развития вашего канала, вы сможете еще больше специализироваться и заняться другими играми того же сообщества. Помните, Мертвая Зона взлетела до собственной независимой игры, а ее сообщество теперь создает моды, карты и еще много всего и делится всем этим друг с дружкой. Если вы тот, кто планирует создавать свой Роблокс-контент, надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы увидеть больше наших видео.